Приветствую вас! Я в своем оприте буду исходить из того, что такое гестальт вообще. И в данном случае гестальт вообще – это целостность образов. То есть это вот такой цельный единый область. Иными словами, четкое, закрытое представление о мире. Или о том или ином событии. Или о том или ином пересывании. Иными словами, гестальт – это полностью принятое, понятое явление, отрефлексированное с извлеченным опытом, который также принят, интегрирован в личностный багаж, опыта и взят на вооружение при преодолении соответствующих проблем подобного робота. В принципе, именно так можно охарактеризовать ответ на ваш вопрос, коль он дан, ваш вопрос столь общий, столь рефинированно, столь обтекаемо и столь неконкретизированно. То есть вот именно вот так, как я сказал, можно, в принципе, охарактеризовать ваш запрос. Ну, вы говорите, что вот я работал, значит, с психологом, значит, с психологами-тренерами, но все равно что-то остается. Возникает логичный вопрос. Остается что именно? Ну, по-конкретней все же надо бы вам здесь рассказать свою проблематику. Ну, предположим, да, остается что-то после того, как вы поработали, значит, с психологом. Но остается что? Если что-то негативное, значит, нужно прорабатывать дальше, смотреть, что остается работать, 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 пока не исчезнет, вот, то самое, о чем, собственно, вы говорите. Пока не исчезнет то самое, что является тем нежелательным элементом, который у вас остается, например, и так далее. То есть над этим нужно работать. И как вам правильно, на мой взгляд, сказал коллега, что вполне вероятно, вы не совсем профильного эксперта себе выбирали, не совсем профильного специалиста, дело в том, что вы выбирали себе специалиста именно психолога-тренера, а может быть все-таки действительно вам нужен был не тренер, как таковой-то, а может быть вам нужен был как раз психолог-консультант, вот, действительно. Ну, так опять же, опять же, с этим нужно разбираться, в первую очередь, что нужно вам, чего хотите вы и так далее. Далее, как говорите, как дойти до нуля? Что вы понимаете под тем, чтобы дойти до нуля, чтобы ничего не осталось, пишите вы, ну вот, как вы пишете, чтобы ничего не осталось. Но всегда что-то останется после работы с экспертом и так далее. Всегда что-то остается. Это может быть не всегда, допустим, приятно, потому что вы получаете какие-то определенные новые взгляды, новый опыт получаете и так далее. Вам это может быть неприятно. Но что-то всегда остается. Вопрос заключается в том, на самом деле, чего хотите вы, вот, в чем заключается ваша проблема, по поводу чего вы работали с психотехниками, и что осталось после техники. Понимаете, в чем дело? Техника, вот, как таковая, техника любая, это всего лишь средство. И являяясь средством, эта техника не может больше, чем то, для чего она предназначена. И если вы, соответственно, например, чересчур много внимания или чересчур много значения придаёте технике, то страдает от этого, конечно же, осознание. То есть сознание, то есть понимание, отсчёт о том, что я делаю. Отсчёт о том, куда я иду. Отсчёт о том, чего я хочу. Это всего страдает, когда человек занимается средств чур много именно техниками. То есть, по сути дела, старается механизировать процесс, который происходит. Сделать его автоматическим, сделать его каким-то более машинным, более, вот, как раз, ну, бихериористским, механистичным, подчинённым больше именно, вот, определённой природе, определённому какому-то контролю и так далее. Но нужно понимать, что не всё, вот, к счастью или, к сожалению, не всё подчиняется контролю. И есть вещи, которые вы не сможете контролировать, и это нормально. Поэтому я думаю, что вам нужно, в первую очередь, для себя понять вот этот вот данный момент, что закрыть дистанцию с помощью именно техники и дойти до нуля с помощью техники, то есть, неким таким волшебным способом, который вы возьмёте и начнёте использовать, и у вас всё получится нельзя. Друзья, вам нужно делать это осознанно, сознавая и осознавая, это тоже, кстати, вот, большая разница между этими двумя словами. Сознание и осознавание, сознавание и осознавание, это две большие разницы этих слов, значения этих слов. Вот, значит, вам нужно понимать, что вы делаете, вам нужно понимать, для чего вы делаете, вам нужно рефлексировать то, что вы делаете. И только так, через рефлексию, через понимание, через сознавание, через интроспекцию, через отчёт, отчёт о том, что вы делаете, можно будет наконец-таки завершить ваш гестант, как раз-таки, чтобы у вас появилось полное представление о том или ином образе или явлении и так далее. Нет ничего удивительного, но, по крайней мере, вот я не удивлён, что вы не можете закрыть гестант, потому что, как мне кажется, вы, честно говоря, механизированно подходите к решению своей задачи. То есть, вы пытаетесь решить её так же, как, например, решается проблема, скажем, там, поломки какого-то механизма. Вы просто вызываете мастера, и этот мастер делает то, что вам нужно использовать свои средства. Здесь так не получится. Психолог помогает. Психолог помогает человеку лучше понять себя. Если человек хочет лучше понять себя, то у него это получается. Если человек сам готов работать на собой, то у него это получается. А если человек приходит, например, за, ну, вот скажем, техникой, то он технику, конечно, получит, да. Но что она ему даст? Только то, что он через какое-то время будет вынуден опять возрождаться к специалисту. Потому что техника, это, может быть, и хорошее средство, но оно только для определенных задач. А жизнь, она куда более многогрянна, чем определенные задачи. И из-за этого, ориентируясь в большей степени на технику, вы оказываетесь с проигрышем при себя. Положение, к сожалению, к сожалению. Вот. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на ваши вопросы. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.